МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воскресенье делегация из Алтайского края отправится на инаугурацию президента России Владимира Путина. В составе делегации его доверены лица. На прошедших выборах ведущая актриса театра музыкальной комедии Виктория Гальцева, председатель Совета алтайских ветеранов Владимир Климов. Третий его представитель Олимпиад Сергей Каменский, к сожалению, не сможет посетить инаугурацию. На церемонию приглашены также депутаты Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и другие, а также алтайские сенаторы Сергей Белоусов и Михаил Щетинин. В Москву отправятся и представители общественной палаты, депутаты КЗС, и губернатор края Александр Карлин. Сама же церемония инаугурации президента России пройдет в понедельник, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. К другим темам. Несмотря на довольно холодную погоду за окнами, в городах и районах края начинают отключать центральное отопление. Вот, к примеру, в Бийске и Змейногорске отопительный сезон уже завершился, снизили теплоподачу в Рубцовске. Правда, полностью отключать отопление в городе пока не планируют, хотя власти и сетуют на довольно затратное обслуживание теплоносителя в межсезонье. На продолжение отопительного сезона мы деньги не зарабатываем. Мы совсем чуть-чуть греем, но при этом тратим большие ресурсы на то, чтобы это все крутить. В краевой столице отопления к майским праздникам обычно отключали. В этом году батареи пока горячие. Сезон завершится лишь в том случае, если на протяжении пяти дней среди суточной температуры не будет опускаться ниже 8 градусов тепла. При этом управляющие компании ТСЖ по желанию собственников могут сами принять решение и отключить отопление. В прошлом году, уже 2 мая, в квартирах барнаульцев батареи были холодными. Больше 20 тысяч жителей края ждут денежных компенсаций за ущерб, который причинила первая волна паводка. Но вот между тем, в барнаульском селе Лебяжием по-прежнему остаются подтопленными несколько улиц. Местные власти обещали поддержать сельчан уже в ближайшее время, правда, не деньгами. Так какую помощь готовы оказать чиновники и достаточно ли этого жителям, узнаете из следующего материала. Праздник труда прошел, а посадить урожай Александра Чернакова да и десятки других жителей Лебяжьева не могут до сих пор. Неизвестно, посадят ли вообще. Вода из огорода не уходит больше месяца, положение усугубляют дожди. Ну вот там внизу стоит насос. Он спасает. Но он спасает часть тех, которые там ближе к озеру. Они сейчас, в общем-то, не страдают от грунтовой воды. Установленный в этом году насос, снижающий уровень воды в озере, действительно спас часть села от наводнения. Точнее, больше 40 приусадебных участков. Но насос не смог откачать воду во всем населенном пункте. Во время паводка затопило несколько улиц. В воде подвалы, погреба и приусадебные участки, к счастью, в дом стихия пока не зашла. Вот, откачивать бесполезно. Покачаешь, через 2-3 часа снова уровень становится таким. В сельской администрации нас заверили, что этой осенью на незащищенной от паводка территории вместо насоса установят водопропускные каналы, чтобы в воде было куда уходить. Ну а пока их нет, жителям приходится подсчитывать убытки. Уже на прошлой неделе проведено обследование всех этих земельных участков. Подготовлены акты, в ходе которых указано, что произошло потопление в связи с высоким уровнем грунтовых. Вот, с этими актами они затем могут обратиться в налоговую, и им будет именно налог на землю сокращен максимально. Жители поселка в один голос говорят, налоговые льготы их проблем не решат. Многие и так платят не более 400 рублей в год. К тому же налог сократят только собственникам земли. А вот арендаторам такой вид помощи пока не предоставляют. Но их, как нам пояснили местные власти, влебяжьим единицы. Между тем, больше 20 тысяч жителей края, которые пострадали от паводка куда серьезнее, по-прежнему в ожидании именно денежной компенсации. Напомним, в марте вода накрыла более 15 районов региона. Мы давно подали, еще в апреле все давно подали, все расчеты, все бумаги, все отдали. На данный момент сейчас в правительстве уже принимается решение. То есть, прям вот конкретной даты еще нет? Нет, ну это как вот выйдет постановление. Центробанк выделит деньги. Пока деньги дойдут, пока мы их раздадим. Судя по всему, процесс ожидания денежных выплат затянется на неопределенный срок. А между тем, близится вторая волна паводка, которая, как отмечал губернатор, еще в середине апреля не будет уступать первой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Перелом спины и вывих шейных позвонков. Ровно месяц жительница Бийска провела на больничной койке после того, как попала в аварию. Но таких историй в наши дни можно насчитать тысячи, если бы не одно но. Виной происшествия, по мнению пострадавшей, стала огромная яма глубиной несколько десятков сантиметров. Вот это место, которое сейчас появится на ваших экранах, в одном из районов Наукограда автомобилисты стараются объезжать стороной. По этой дороге просто невозможно проехать. Поверхность буквально усыпана ямами. В одну из таких и угодил автомобиль Елены Каховской. ДТП произошло в начале апреля. Тогда разбитый участок скрывала приличная по размерам лужа. Микроавтобус передними колесами заехал в одну из Рытвин. У меня было такое ощущение, что я вообще не в яму упала, а что я лечу с моста, что мост размыло. То есть микроавтобус высокий, колесо высокое, большое, плюс глубина самой ямы. И когда я туда рухнула, шею свернула об ремень. То есть меня так мотануло об ремень, что у меня вывихнула шея. А спину, распилом компрессионный, вот от этого удара, я прям рухнула в эту яму. Результат такого падения, порванные шины, авто нуждается в ремонте и серьезная травма водителя. Врачи диагностировали у пострадавшей компрессионный перелом спины и вывих шейных позвонков. Яма оказалась глубиной около 20 сантиметров. Замеры сделали полицейские, которые тут же приехали на место. На следующий день яму заложили кельпичами. После выписки жительница Бийска намерена добиваться правды и компенсации через суд. Вместе с ней в эту дорожную ловушку угодили еще несколько бийчан. Теперь водители намерены подать коллективные иск на дорожные службы Наукограда. Продолжаем дорожную тему. С наступлением весны автомобилистам приходится делить дороги края с мотоциклистами. Автоинспекторы призывают водителей к внимательности и вежливости на дорогах, а помогают им в этом сами байкеры. Это Александр. Серьезный руководитель серьезной компании не представляет себя за пределами офисного стола без мотоцикла. Свобода, образ его жизни. За плечами 8 лет за рулем и разный опыт. Были и ДТП, были ломанные ноги. ДТП было по вине водителя. Выехал со второстепенной, но я третий год уже сужусь. В прошлом году только в Барнауле произошло 4 десятка ДТП с участием мотоциклов. Три человека погибли, 43 получили травмы. Сезон только начался, а аварий уже 5 и вновь не без травм. Мотоциклисты попадают в смертельное ДТП в 29 раз чаще, чем автомобилисты, говорят эксперты. Причин много. Главное, водителю машины нередко сложно заметить байк в движении вовремя. Ну, бывает иногда. Ну, это те, кто гоняет, наверное, очень сильно любят. А нормальные-то байкеры, они нормально ездят. Поэтому, наверное, размеренно. Сегодня Александр приехал поддержать акцию «За движение с уважением». Совсем разные в жизни спортсмены, менеджеры, студенты и даже пенсионеры, но объединенные одним увлечением, собрались, чтобы напомнить водителям. Мотоциклисты снова на дорогах. И внимательность не нравоучение, а гарантия здоровья, а иногда жизни. Да, везде есть виноватые. Везде есть неаккуратные, неосторожные люди, которые надеются именно на светофоры, не думая о том, что есть человек, который, может быть, забылся, может быть, неадекватен. Поэтому везде есть неадекватные. Также и мотоциклисты есть, как называют их ракетчики, так и есть автомобилисты. Тысячу ароматизаторов раздали байкеры в надежде, что хотя бы эти водители будут смотреть в зеркала. Ведь при всей печальной статистике более половины мотоциклистов все же никогда не попадали в ДТП. Евгения Даровская, Павел Лауренин. Наши новости. Вновь щепки летят. Проблема масштабной вырубки деревьев в изумрудном парке вновь актуальна, считают горожане. На днях в интернете появился ролик, снятый с квадрокоптера, где с высоты птичьего полета видно, что территория парка превращается в чистое поле. Действительно ли в парке продолжают спиливать деревья и могут ли историческую ценность навсегда стереть с географической карты города, узнавала Валентина Аскерова. Так выглядит парк после масштабной рубки деревьев в сентябре 2017-го. Тогда в целях санитарной очистки было спилено около 100 растений. Некоторые, как выяснилось, срубили незаконно. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меньше года назад территория изумрудного парка была усажена деревьями, а их кроны смотрели высоко в небо и радовали посетителей. А сегодня количество тополей и кленов уменьшилось в разы. По словам местных жителей, их вырубка продолжается и по сей день. И некогда любимое место отдыха барнаульцев превратилось практически в пустошь. Они вырублены. Понимаете? А посадить будут? Вот вопрос. Вы посадите или нет? Или вы собираетесь строить здесь дома? Вот сейчас все же жалуются. Жилой комплекс или торговый центр вместо парка. Если такое все же случится, преступление против людей, говорит Василий Миронов. Сюда подышать полной грудью он приходит с самого детства. Теперь компания ему составляет маленький Сережа. Где вот гулять с ребенком? Это историческая цель. Где с ребенком гулять? Я иногда вот в ВКонтакте смотрю старые фотографии, которые вот сделаны здесь же в парке. Честно говоря, сердце кровью обливается. А сердце обливается кровью практически у каждого посетителя парка. Ведь в Изумрудной идут погулять с детьми, покормить голубей, подышать свежим воздухом и просто отдохнуть. Здесь выросли и наши отцы, и деды. И вот ребенок вырос здесь. По словам горожан, спиливать деревья начали около месяца назад. Правда, арендатор парка Владимир Фишер данный факт полностью отрицает. Не вырубают, но и не садят. Правда, как заверил нас арендатор, высаживать деревья планируют осенью. Также он сообщил, что на днях заключил с новосибирской компанией договор о создании проекта парковой зоны. Зазеленеет ли вновь чистое поле или на месте городской достопримечательности появятся каменные джунгли, покажет только время. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. До празднования 73-й годовщины Великой Победы остаются считанные дни. 9 мая Барнаул в шестой раз присоединится к масштабной акции «Бессмертный полк», которая из всероссийской стала уже международной. Барнаульская колонна «Бессмертного полка» начнет свое движение по проспекту Ленина в 10 часов 40 минут. В этом году организаторы ждут уже около 80 тысяч человек. Изготовить штандарт с портретом своего родственника можно как самостоятельно, так и в специализированных фирмах, которые занимаются изготовлением фотографий и рекламной продукции. В среднем это обойдется в 350 рублей. Впервые в этом году ожидают, что люди выйдут с портретами женщин войны, матерей, жен, подруг, которые ждали и верили. Мы подумали, что портреты этих женщин, героических в каком-то смысле, тоже достойны быть в «Бессмертном полку». Поэтому в этом году мы об этом говорим везде и приглашаем уважаемых граждан нести портреты женщин тоже. «Бессмертный полк», правда, не такой масштабный, пройдет и по улицам других городов в крае. Например, в Бийске участники встанут в одну колонну с торжественным парадом. В Рубцовске шествие начнется в 9.30 утра. 1.42 года. Ну а мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных Великой Победе. Многие знают, что в годы войны Барнаул стал промышленным центром, который поставлял фронту амбундирования, технику и вооружения. Наши сегодняшние герои не видели больших сражений, но их вклад в победу не вызывает никаких сомнений. С трожениками тыла встретился Илья Кочетков. Борис Дмитриевич Ларькин в сопровождении супруги идет мимо родных цехов. Он провел здесь буквально всю свою жизнь. В 1942 году, когда рабочих рук отчаянно не хватало, пришел на станкостроительный 15-летним подростком. Работал наладчиком. За ним числилось больше десятка станков, которые требовалось содержать в исправности. Давалось нелегко. В первые месяцы даже крыши не было над головой, не говоря об остальных удобствах. Спали там, в ящиках и в верстаках. Не выходили с завода. Но, как тогда говорили, все для фронта, все для победы. По оценкам историков войны, каждый второй патрон, попавший на фронт, был произведен здесь, в Барнауле. Четвертый цех, где работал Борис Дмитриевич, выпускал, к примеру, бронебойные патроны для противотанковых ружей. Супруга Бориса Дмитриевича о тяготах военных тыловых лет тоже знает не понаслышке. Она в это время работала в колхозе. Говорит, узнали и холод, и голод. Им давали там кусочек какой-то там, я вот теперь уже не помню, то ли 500 грамм, что ли, на день. Только это на день, кусочку делили и ели в войну. Это очень. Но об нас тоже говорить нечего, об этих колхозниках. Мы тоже голодали и ели лебеду. Говорят, далеко не сразу после войны их работников тыла стали ставить наравне с ветеранами-фронтовиками. Лишь с годами у следующих поколений пришло понимание, что и без тех, кто днями и ночами работал у станков и в полях, не было бы общей большой победы. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. В день празднования Великой Победы специальную тематическую площадку организует Сибирская медиагруппа. В 17 часов в Октябрьском районе Барнаула на площади УДК Трансмаш начнется программа «Во имя мира на земле», в которой примут участие известные творческие коллективы города. Здесь же будут работать тематические фотозоны от партнеров. Можно будет выиграть памятные призы за участие в конкурсе от Банка Восточный. Программа завершится в 22 часа 30 минут праздничным фейерверком. И почему? Ехал за золотом. Сегодня вице-чемпион Европы по греко-римской борьбе Виталий Щур поделился эмоциями с журналистами о континентальном турнире, на котором ему удалось завоевать серебряную медаль. В целом, результатом спортсмен, как и его тренер Владимир Кучер, довольны. Говорит, могла бы быть и награда высшей пробы, но в финальной схватке против представителя Турции допустил несколько помарок. Именно этот технический брак в итоге не позволил Виталию подняться на верхнюю ступень пьедестала. Тренер, как сказать, ну, сказали, боролся, ну, молодец, достойно, что бился до конца, что мог, мог по силам со стороны даже было видно, что мог выиграть. Да и сам это прекрасно чувствовал, что не такой уж непобедимый турецкий спортсмен. До этого Виталию удалось побороть поочередно эстон со болгариной и грузиной. Он так вот особенно зрелищным выдал с собой против оппонента из Грузии. Нашему земляку удалось вырвать победу на последней минуте. В ближайших планах Щур намерен вернуть должок турку, продолжить набирать мышечную массу на будущий год, взять золото все того же чемпионата Европы, ведь бронза и серебро уже есть. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Увы, на большей территории края дождливо и для этого времени года прохладно. На 13 градусов тепла в Змеиногорске и Заринске и Белокурихе. 11 в Бийске и Рубцовске, в Олейске и Тальминке 12 тепла. В Барнауле ветер западный, временами порывистый. Ночью до 5 тепла, днем дождь и до 12. На этом у меня все. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы! Привет! Это «Девять жизни» и с вами Лея Кчетков. Сегодня мы узнаем, как с помощью самого обычного смартфона сделать снимки, которые не стыдно будет не только в соцсеть разместить, но и распечатать, и на стенку повесить. А поможет нам в этом фотограф Максим Наземцев. Макс, неужели простой телефон может заменить настоящий фотоаппарат большой? Ну, если честно, полностью он заменить его не может, но всячески старается. И если немножко постараться нам и посмотреть вокруг, то можно сделать даже на вот простую вот эту вот штуку прикольные классные кадры. Нужно смотреть по сторонам, потому что большинство людей проходит мимо очень интересных вещей, которые есть вокруг нас. Вот даже здесь смотри, у нас под ногами вот здесь тень, а здесь свет. И если присмотреться к листьям, которые лежат вот тут и вот тут, то ты увидишь разницу, насколько красиво они выглядят вот тут, как классно лежат у них вот эти вот прожилочки. И вот здесь можно сделать классную фотографию. Просто посмотрим вверх, да, и здесь нам свет тоже приходит на помощь. Вот с этой стороны он очень круто падает на вот эти вот ветки. Детали, которые перегружают изображение, просто убираем их, срезаем. И берем в кадр только красивые ветки осенние и синее насыщенное небо. Вообще природа, да, это еще не все, есть же еще и люди. Как бы нам в эту природу, в этот свет вписать замечательных людей? У нас, кстати, вот есть замечательная девушка Маша, которую я хочу сфотографировать. Как это лучше всего сделать? Ну, нам нужно найти, опять же, какое-нибудь красивое место, где классно падает свет. Вот, допустим, здесь у нас есть крутые тени. Кстати, свет – это не только свет, это и тени. И мы можем вот в эти крутые классные линии вписать Машу. Маш, пожалуйста, пройди вот здесь вот. Макс, открой секрет, почему фотографы снимают девушек на фоне ободранных стен все время? Зачем? Ну, потому что стенки бывают классного, прикольного цвета. Ну, вот смотри, у нас здесь вот красненькая стеночка, да? Ну-ка, она открывается. О, смотри, а здесь зелененькая. Да. Итак, мы с вами узнали, как с помощью простого смартфона и нескольких нехитрых приемов сделать фотографии почти профессионального качества. В следующий раз мы научимся чему-нибудь новому и интересному. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok